Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Очень уютный ресторан. Правда? Один мой знакомый вчера заходил сюда и остался доволен. Он рекомендовал это место как идеальное для первого свидания. А у нас с вами первое свидание? Да. И, надеюсь, не последнее. Добрый вечер. Добрый. Вы заказывали стулья? Нет. А что, нужно было? Ну, пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Спасибо. Спасибо. Прости, я здесь пересяду. Да, конечно. А кто это? Так, один знакомый. Что-то у вас резко пропал аппетит, как только вы его увидели. Вам показалось. Просто еще недавно мы работали вместе. Он врач. Очень хороший врач. И хороший друг. Максим. Это же Наталья Бондарчук. Да. Точно. Это она. А спутник у нее какой интересный. Похож на детектива из одного сериала. Только не помню, как называется. Может быть. Я не смотрю сериал. А почему вы не едите? Вы же говорили, что голодны. Настя, я заслушался вас. Давайте. Давайте. За вас. Что-то не так? Почему вы так решили? Ну, вы уже минут пять сидите без движений. Это я задумалась. Попробуйте. Я специально это блюдо заказал для вас. А то еще немного, и эта утка убежит к соседнему столику. Максим, а медсестры говорили, что вы дружите с Натальей Ивановной. Да, мы когда-то были друзьями. А сейчас? А сейчас я и не знаю, дружим или нет. Ну, неаппетитно выглядит. Данил, почему мне нравится? Ну вот, докажите. Попробуйте кусочек. Очень вкусная говядина. Говядина. Да, мне этот ресторан рекомендовали как самые-самые-самые, знаю, лучшие стороны. Ну, чтобы утка по вкусу напоминает говядину. Мы просто обязаны пожаловаться администратору. Артур, не надо администратора. Это я просто неудачно пошутила. Все в порядке. Ой, я просто обожаю пасту. Но никто, кроме итальянцев, не умеет ее готовить. Кстати, что удивительно, самое вкусное итальянское блюдо я попробовал в Москве. Знаете, я вот вспомнил один анекдот о бытиной грудке в соусе песто. Не слышали? Нет. Сейчас вам расскажу. Надеюсь, это вызовет улыбку на вашем лице. Так вот, однажды... Артур, вы меня простите. Я, наверное, сегодня не в том настроении, чтобы слушать анекдоты и ходить по ресторанам. Я... Я не буду портить вам вечер. Лучше будет, если я поеду домой. Да, надо было поехать в другой ресторан. Не в этом дело. Ну, позвольте мне вас подвезти. Не беспокойтесь. Да нет, вы меня не проведете. Вы не съели ни крошки. Вот теперь в одиночку собираетесь ехать домой. Нет, я не усну до утра, я буду мучиться. Идемте уже. А вы знаете, в Москве итальянских ресторанов больше, чем в самой Италии. У меня уже. Есть, кстати, один очень забавный анекдот на эту тему. Хотите, расскажу? Да, конечно, рассказывайте. Я очень люблю анекдоты. Приходят любовники в итальянский ресторан. Привет, подруга. Не помешаю. Привет. Как же ты можешь помешать? Ты же здесь хозяйка. Это факт. Ну и как идут дела в моем ресторане? Все отлично. Дела идут в гору. Смотри сама. Ух ты. А ты молодец. Я в тебе не ошиблась. Если так пойдут дела и дальше, ты станешь хозяйкой лучшего ресторана в городе. Но нам нужно еще кое-что. Но только не говори, что нам нужен еще персонал. Да. Нам нужен шеф-повар из Италии. Но ты знаешь, сколько он стоит? Да, я все подсчитала. Нет, Ира. Нет. Я говорю нет. Зачем нам дорогущий шеф-повар, если у нас и так все отлично? Ну, Ларис, ты же хочешь, чтобы к нам приходили звездные гости? А випы ходят только к випам. Подожди. Подожди. Я передумала. Я даю тебе задание. Срочно найди итальянца. Да у тебя отличные чуть-чуть. Только знаешь что? Нам нужно кое-какие продукты закупать в Италии. Читаешь мои мысли. А почему ты так на меня смотришь? Прости, Лариса, но ты что, не выспалась? Нет, я… я выспалась. А что, я плохо выгляжу? Нет, выглядишь ты прекрасно, но у тебя какой-то уставлый вид. Сезди-ка ты, отдохни. Ты знаешь, я и сама об этом подумываю. Я так считаю, что тебе можно доверить ресторан на недельку-другую. А мы с Сашкой съездим куда-нибудь. Да, отдохнем. Кстати, о делах давно минувших дней. Я тут видела Наталью Бондарчук с каким-то красавцем. Судя по всему, она добилась успеха. Эта уборщица всегда знала, с кем спать, чтобы добиться успеха. А может, она просто хороший врач? А нам, девушкам за сорок, такие врачи, ой, как нужны. Ты и так хороша. Выглядишь лет на десять моложе. Все эти россказни о талантах уборщицы фантазии легковесных дур. Ты красива, ты всего добилась. Ты главный человек в своей семье. И ты очень хороша. Так что, пока есть время, бери от жизни все. Андрей! Андрей! Ты что, меня преследуешь? Мне очень нужно с тобой поговорить. Мне некогда. У меня масса дел. Леня, подтверди. Да, у него дела. Круто. Тогда запиши меня на прием, когда у тебя будет время. Для тебя? Никогда. Хочешь, я тебе дам совет? Нет. Я тебе дам совет. Никогда не говори никогда. Ух ты какая, а! Если б не была твоя девушка, я б женился. Во-первых, она не моя девушка. Во-вторых, женится тебя рано, Ленечка. Здравствуйте. Пиццу заказывали? Да. Но вы опоздали. А в таких случаях я отменяю заказ. Рады приветствовать вас в нашем заведении. Предложить вам меню. Позвольте порекомендовать вам наш фирменный нежнейший десерт, который называется поцелуй. Вы знаете, у меня в последнее время от поцелуев резко пропадает аппетит. Счастливо оставаться. У себя? Здрасте. И здесь ты? Ну, Дарья, я решила воспользоваться услугами твоей мамы. А вдруг ты захочешь со мной поговорить, если я сделаю азиатский разрез голоса? Ну хоть марсианский. Леха, возможно все. В новом Балдоне Стаховский обыграл Фадерера. Это все равно что-то, не знаю. Бетис бы выбил из Лиги чемпионов Манчестер или Реал. Опять она да сколько можно. Слушай, ты вообще… Оставьте меня. Девушка, простите, я… Я обознался. Может тебе это к врачу? Если девушка мерещится, это тревожный симптом. Умолкни. Андрей, если честно, почему тебе не поговорить с Катей? Чего ты взъелся на нее? Слушай, а что мы говорили? О Умбалдоне? Продолжим. Привет, красавица. Привет. О, а чего ты такая невеселая? Ничего. Как дела с твоим теннисистом? Никак. Нет, даже хуже. Если выражаться языком тенниса, что бы я ни делала, одни ауты. А как ты пыталась с ним пообщаться? По-человечески. Приходила к нему домой под видом разносится пицца. Была у его мамы в салоне. Даже в ресторане пыталась накормить десертом. Ну, оценил? Ну, в каком-то смысле да. Теперь Андрей от меня шарахается, как от чумы. Да. Ты совершила типичную ошибку для своего возраста. Вела себя искренне. Я тоже была такой. Мне почему-то казалось, что если любовь, то нужно играть честно. Правильно думала. Только вот слово честно лишнее. Хочешь, чтоб тебя любили? Играй. Это как? Это проще, чем приготовить суфле. Если ты за парнем бегаешь, никогда его не зацепишь. Мужчина по природе своей охотник. Ему не интересна дичь, которая сама бежит к нему в селки. Хочешь, чтоб тебя догоняли? Убегай. Одно мое слово, и ты в клубе. Мой дядя Артур тебя бесплатно примет. А хочешь, мы сделаем тебя почетным членом? Ты же все-таки чемпион города. Обойдусь. Да и не нравится мне твой дядя Артур. Клеится постоянно к моей маме. Ну, во-первых, не клеится, а ухаживает. Чувствуешь разницу? По-моему, это одно и то же. У тебя что, дипов комплекс, что ли? С чего ты взяла? Ну, а чего ты напрягся? Она свободная женщина, а он свободный мужчина. А ты свободен, Андрей? Опять к станку? Опять на работу. Ну, вижу, что ты не на пляж. У меня такое впечатление, что ты постоянно работаешь, вечно занято. Лариса, а ты постоянно в претензии. То я мало делаю для нашей семьи, то я много работаю. Что происходит? Я не понимаю. Я хочу на пляж. Что? Ну, а что тут непонятного? Давай съездим на недельку-другую за границу. Я нашла отличный тур в Италии. Ну, давай хотя бы ненадолго, только ты и я. Лариса, это неожиданно. Ты понимаешь, так... Ну и хорошо. На какое число заказывать билет? Лариса, я не могу. У меня много работы. Я не могу все взять и бросить. Извини. Все, я ушел. Да. Ты как всегда. Скажи толком, что тебе от меня нужно? Выдернул меня с деловой встречи. Угу. Видела я твою деловую встречу. Тебя это не касается. Слушай, с каких пор ты с Андреем? С недавних. А чего тут вдруг тебя это волнует? А, я поняла. Ты влюбился и ревнуешь меня. Смешно. Ты прекрасно знаешь, что мне нравится другая девушка. Катя точно больше не с Андреем? Точно. Сто процентов. Позвони ей сам вот и узнаешь. И, кстати, скажу тебе по очень большому секрету. Ты ей нравишься. Правда? Это она тебе сказала? Ты что, с неба упал? Кто такому говорит? Я просто давно заметила, как она на тебя смотрит. И как она на меня смотрит? А вот так. Я как ёжик, который сблудился. Даже хуже. Он хоть знал, куда идти. А у меня ни мысли, ни эмоции. Ты просто устал. Тебе нужна разрядка. Разрядка. Да не в этом дело, Богдан. Жизнь перестала иметь смысл. Ничего не ощущаю. Ничего. Ты не представляешь, как я тебя понимаю. А знаешь, что мерзко? Что домой приходить не хочется? Катя. Дома ждёт... Лариса. Вечно недовольна. Ну, у тебя есть прекрасная дочь. У тебя есть ради чего жить. Да, да, Катя. Катя прекрасна. Но она выросла. Ей уже не нужны. У неё свои дела. А я как... Маятник. Мотыляюсь туда-сюда. Саша, тебе нужно понять, ради чего жить. А если этого нет, то найти. Придумать. Просто за счастье нужно бороться. Понимаешь? Это в молодости всё даётся авансом. Просто так. И люди привыкают. А когда халява заканчивается, многие ломаются. Смысл мы придумываем сами. В этом и есть смысл жизни. А ещё он в любви. Ну, для меня так точно. Не так хорошо с тобой. А давай бежим куда-нибудь, а? Никуда. Ну, не знаю. Улетим на самолёте. Звучит заманчиво, но это невозможно. Тебя беспокоит Лариса? И это тоже, но не только она. Ну, а что ещё? Саша, мы с тобой в разных весовых категориях. Для меня сделать загранпаспорт – это проблема. Мы можем не уезжать за границу? А? Ладно, вместе. Лариса? Не спится? Я тоже вот зашла воды выпить. А что это ты ночью чаёвничаешь? У меня такое чувство, что Саша охладел ко мне. Я ему сегодня предложила поехать вместе отдыхать, а он сказал, что не может. Или не хочет. Ну, что ты? Он же за дело не может. Ну, поедете потом, отдохнете. Ты, Саша, не обижай. А потом, мужчины, они чувствительны, как дети. К ним надо немножко быть снисходительней. Угу. Чтоб он сорвался с цепи и почувствовал себя свободным кобелем. Ну, что ты говоришь, Лариса? Он любит тебя. Он любит тебя. Он верен тебе. Да. А ты вместо того, чтобы мужа подозревать во всех грехах, обратил лучше внимание на Катю. Она в последнее время ходит, как водоопущенная. Ну, вот, вот. В связи отдохнуть. Совместное путешествие. Отближает. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Уже практически уснул. Я вижу. Раньше ты не мог без меня заснуть. Ждал меня. Лариса, к чему этот разговор на ночь глядя, а? Саша, я чувствую, что ты отдаляешься. Давай съездим вместе, отдохнем. Заодно отметим годовщину свадьбы. Лариса, все уже решено. Я еду в командировку. Раньше не было никаких командировок. Это было раньше. А сейчас есть. Ну, откажись. Речь идет о годовщине. Лариса, я не могу отказаться. Я зарегистрирован на форуме, ты знаешь. Какими могут быть командировки у хирурга больницы скорой помощи, даже если он зав.отделение? Даже хирург скорой помощи может внести свой вклад в науку. Я еду читать доклад на конференции. Раньше ты мной бы гордилась. Так что мне ехать одной? Можешь ехать одной. Спокойной ночи. И выключи, пожалуйста, свет. Здравствуйте, это снова я. Привет. Сколько лет, сколько зим. Максим Леонидович, мне нужно сказать вам кое-что очень важное. Ну, говори. Я хочу быть с вами, то есть работать рядом. Устроиться санитаркой. Люсь, детка, зачем тебе это? Тебе к экзаменам готовиться надо. Ну, я хочу быть как Наталья Ивановна. Она же тоже начиналась здесь простой санитаркой. Наталья Ивановна начиналась здесь простой санитаркой, потому что хотела быть ближе к медицине. А ты хочешь быть ближе ко мне. Разницу улавливаешь? Максим Леонидович, у нас пациент с ножевым ранением. Ясно, иду. Вон, ваш пряничек скушайте. Мое почтение, Наталья Ивановна. Здравствуйте, Евгений Викторович. А я к вам с хорошей новостью. Комплект оборудования уже в стране. После таможни введем его к вам. Это замечательная новость. Спасибо. Привет, Натуся. Вызывала? Что случилось? Виктория Ивановна, можете меня поздравить? Оборудование для диагностики скоро привезут. Да ладно? Слава Богу, наконец-то. Ну, заставили же нас поволноваться. Так, Натуся, в связи с этим, какие будут указания? Пока никаких, я вас по другому поводу позвала. Да? Да, вы могли бы сходить к Максиму и привезти, передать вот это. А что это? Это подарок благодарному пациенту. Только лично в руки, Нечаева, хорошо? Конечно, лично в руки. Да. Ива, а вы могли бы посмотреть, как там поживает Максим? Может, он вернуться хочет? Конечно, детеныш. Схожу, передам, все рассмотрю, а потом все тебе расскажу. Спасибо. Максим Леонидович, вы хотели меня видеть? Да, Анастасия. Мне нужна ваша помощь. Конечно. Только это касается не работы, это касается лично меня. Ну, для вас лично вообще с удовольствием. Спасибо. Присядьте. Дело очень деликатное. Ну, все. Все пучком, больше течи не будет. Ты уверен? Алла, а когда было такое, чтобы я что-то отремонтировала, оно опять текло? Знаешь, Боря, в жизни всякое бывает. Так. Ну, рассказывай. Я же вижу, что случилось. Я даже не знаю, как тебе об этом сказать. Прямым текстом. Ну, я просто не знаю, стоит ли тебе говорить. Не тяни. Боря, наша Люся влюбилась в Максима. Это что у вас, семейное, что ли? Боря, что делать? Отправить эту дурынду в деревню, к бабке. Но она же учится, Боря. Учится? Я вижу, чему она тут учится. Значит так сделаем. Давай немножко потерпим. Вот если у нее это все не пройдет, я ей всыплю ремня. Очень интересно. И сколько же ты собираешься ждать? Ну, я могу прямо сейчас. Если ты хочешь. Ну, ты объедини. Новый шеф-повар всего три дня работает. Я уже успела набрать пару килограмм. В твоем возрасте это не страшно. Лишнее быстро уходит. Ну, это просто чудеса какие-то. Названия блюд те же. А вкус совсем другой. Вот. Весь секрет в итальянских продуктах и приправах. И это очень хорошо, что Лариса согласилась закупать их именно там. Потому что в наших условиях таких трав не вырастешь. И я очень рада, что ты это заметила. Тяжело не заметить. Ну, не скажи, не скажи. Это дано не каждому. У вас в ресторане столько народу. Значит, и они заметили. Правда? С удивительно. Но только не у меня в ресторане, а у тебя и твоей мамы. Да ты ешь, ешь. Давай рассказывай, как Андрей. Или ты о нем забыла? Да разве его забудешь? По-моему, ты пыталась с ним встретиться. Нет. Нет смысла бегать за тем, кто убегает. Правильно? Молодец. Хотя мне иногда кажется, что я так и готова броситься к нему. Я скучаю. Сильно. А ты скучай, но держись. Увидишь, он сам прибежит. Правда? Вы так думаете? Ну, не факт, конечно. Но дров ты так меньше наломаешь. Я когда-то тоже любила одного человека. Это так, что… Что? Продолжать? Ничего хорошего. Столько неправильных поступков совершила, что Эля выкарабкалась. Так что, знаешь что? Если ты любишь человека, то не давай Олю эмоциям. И тогда все получишь. Давай ешь. Так. Значит, сейчас мы придем к вам домой и разыграем, что мы жених и невеста? Да. Ну, хорошо. Я правда не знаю, какая из меня актриса, но для вас постараюсь сыграть достоверно. Спасибо. Это все ради Люси. Надеюсь, что оно опомнится. Ну да, я тоже надеюсь. И к тому же, знаете, очень интересно будет познакомиться с друзьями человека, к которому я отношусь с большим уважением. Здравствуйте, Максим Леонидович. Извините, я без стука. Но я к вам с презентом от одного очень благодарного пациента. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Опять с Сашкой встречалась? Ой, болят мои ноги. Так отвыкла на зоне от каблуков. Красота требует жертв. И наши планы, между прочим, тоже. Кстати, ты по-прежнему хочешь вернуть себе все, что потеряла? Я цели не меняю. Как ресторан. Прекрасно. Ой, ну такое стало, как будто две смены на зоне отработала. Кстати, подружилась с дочерью Ларисы. Такая же стерва. Замечательная девчонка. Чем-то на Сашку даже похоже. Будет жаль ее, когда наш план осуществится Нас никто не жалял Так, все, с работы закончили А что по поводу моей просьбы? А, подарок я передала, да Только возвращаться к нам Максим не собирается А знаешь, как он отказался? Как? Он с девушкой торопился в гости С кем? Куда? Молоденькая врачиха, Анастасия, по-моему, зовут А, он же ее в общежитие повел, знакомиться со всеми В общежитии знакомиться? Да, Наташа, ты мне извини, я побежала Дело у меня не в проворот Да, конечно, спасибо А ты пей, пей успокоительный чайок, Наташа Спокойной ночи Так А вот и чаек Кому наливать? Анна Петровна, пожалуйста Так, давайте Кому добавить? Давайте, девочки Анна Петровна? Кто это? Ой, Аллочка, я что-то пропустила, да? Проходите А по какому поводу у нас собрание? Ничего не пропустила, вот я хотел всех познакомить с Анастасией Очень приятно Взаимно, Настя Алла Присаживайтесь, чаек Аллочка, кто там? Ой, добрый вечер Люся Добрый вечер А что, это пирожные обожают? Люся, Люся Познакомься, пожалуйста, сначала А уже потом смотри на пирожные Мы знакомы с Анастасией, мы в больнице виделись Да? Здравствуйте Здрасте Кстати, Настя, а вы были уже в салоне красоты нашем? Нет, в салоне красоты еще не была Обязательно сходите, вам там понравится моя мама, там главное Да-да-да, я приглашаю Ой, спасибо большое, обязательно Ну, я для того и пришла, чтобы осмотреть, что к чему Понять, где у вас здесь рынки, почта, детский сад Детский сад? Да, в общем, я здесь буду часто бывать Прикольно, а где жить будете? Да, скорее всего, здесь, с Максимом Люсенька, ты же так хотела пирожные Извините, бери, бери, какой понравится Да, друзья, дело в том, что я хотел... Максим, можно я? Давай Мы с Максимом решили пожениться Пожениться? Да горите вы в аду! Люся, она не хотела, извините! Господи, какой... Черт! Вот зачем? Зачем Максим повел эту Анастасию к себе в дом, а? А что здесь такого? Я лично рада за человека Ты мне столько лет твердила, что он любит меня, а что вот эта... Вся любовь его, она что, кончилась? Наташа, он живой человек, а ты как собака на сене, сама не ешь и другим не даешь Чего это? Я не запрещаю ему встречаться с другой женщиной Ты вот вроде умная, а простые вещи до тебя не доходят Ну как должен был чувствовать себя Максим, когда увидел тебя с Артуром? Как? Как? Да как ты сейчас? Это, конечно, очень обидно, неприятно, но... Не можешь любить Максима? Не люби Оставь ее в покое Господи, да пусть женится, наконец Ты что творишь? Я тебя спрашиваю Ты что с ума сошла? Кидаться пирожными во взрослых людей? Тебя что, истеричку, керемику показать? А ну-ка Солнышком, может, ты случилось Почему ты платишь? Что случилось? Она сказала, что они поженятся Ну не может быть Ласточка моя Ой, боже мой Как нехорошо получилось, да? Угу Вы знаете, она-то девочка на самом деле Добрая, хорошая Я уверена, что она не хотела Ну, в цель попала точно А знаете что, Анастасия? Я могу вам предложить Давайте-ка сделаем вам укладку У нас в салоне За счет заведения Укладку? Да Ну, давайте, ведите Хорошо Вот я вот так, чтобы не попачкаться Оставлю Угу Приходите, пожалуйста Господи Слава Богу Девушки, а для того, чтобы понять Как сильно мы, мужчины, способны вас любить Посмотрите фильм Великий Гэсбис Ди Каприо Ой, Леня Если девчонки увидят На что способен Ди Каприо в 3D Боюсь, твои шансы будут равны нулю Я ничем не хуже Леня звучит практически так же, как и Леонард Ой, да ладно Лень Легка на помине Когда же она отцепится? Катя, привет А, привет, Лень Случилось что-то в датском королевстве Я думал, опять привяжутся Видимо, передумала А вот и я Настя, вы простите, ради бога Я просто не думал, что так может произойти Правда Да ладно, все отлично Не извиняйтесь Да, ну, по крайней мере Может быть, не зря вас обстреляли пирожными Хотя бы Люся успокоится И забудет обо мне Ну, это посмотрим Ну что? Моя миссия на сегодня выполнена Знаете, вы Вам очень идет эта прическа Будет Как-то неправильно Я буду просто полным болваном Если сейчас вас отпущу Пойдемте гулять С удовольствием Ласточка моя Ну да, погода чудная Грех было дома сидеть Да Вы знаете А я на какую-то долю секунды Так вошла в роли, что даже поверила И действительно стала думать Где у вас тут детский сад Он, кстати, здесь Недалеко, за углом Идемте, покажу Пойдемте Знаете, я благодарен этим пирожным За что? Ну, если бы ими в вас не кинули Мы бы с вами сейчас не пошли гулять Да, правда Хорошие пирожные Да, это точно Тихо, тихо Наташа А? Зна Наташ Ты что, с ума сошла? А что такого? Наташа, в этом доме убираю я Ну, а я помочь хотела Спасибо, конечно Но, по-моему, здесь абсолютно чисто Действительно чисто Наташа Наташа, ты что делаешь, а? Что, ну я просто Я хочу поработать Может, я соскучилась по домашней работе Конечно, конечно Соскучилась по домашней работе Ты просто все делай, чтобы не думать о Максиме Знаешь, как в пословице Что имеем не храним, потерявши плачем А я не плачу Да? Это пока Алло Наталья Ивановна Добрый вечер, Артур Я рад слышать ваш голос Я все время думаю о вас Пойдемте гулять Неожиданно, конечно, предложение Но, вы знаете, я очень устала Я хотела прилечь Я много очень работала В такую погоду просто грех сидеть дома Погода хорошая Ну, весомые аргументы Соглашайтесь Я мысленно стою перед вами на коленях Подождите секундочку Ну, иди, ну, хоть развейся немножечко Артур, вы меня уговорили Я буду ждать вашего звонка Спасибо Наконец-то Лучше уж с этим Артуром погулять Чем по дому дурью маяться Мальчики И надолго отчалим Ты как думаешь, почему Катя не поздоровалась со мной? Я сейчас вообще об этом не думаю Ну, версии какие-то должны быть, нет? Где что, телепат? Слушай, сначала ты мне долго рассказывал о том, как она тебя достала Теперь она от тебя отстала И ты вместо того, чтобы радоваться, достаешь меня Почему она с тобой не поздоровалась? Спроси у нее Ой, больно надо, слышишь? Просто она меня так вымотала своим преследованием, что Немного удивился Бедняжка Почему вы всегда уходите, когда я собираюсь сказать вам что-то важное? Вы скажите, я побегу Побежите, даже если я скажу вам что Вы мне очень нужны И я жить без вас не могу Я люблю вас, Наташа Эти чувства Вечно все мне мешают Ты не представляешь, как бы мне хотелось тебя любить А что мешает тебе? Я Я не представляю свою жизнь без тебя Все, что я умею, я умею благодаря тебе Но Я твоей женой не буду А может я его действительно люблю? А я хорошо выгляжу Даже немножко похожа на одну актрису Как ее? Неважно Главное не волноваться Главное увидеть его сегодня Он поймет Я то, что надо А Настя Ну и что, что она врач Я моложе И люблю его больше Федор Михайлович А вот как вы думаете Максим и Настя поженятся или нет? Ну, а почему бы им не пожениться-то? У Анастасии девушка заметная Без вредных привычек Молодая С высшим образованием Ну и Максиму пора уже остепениться Сколько можно бобылем-то ходить? Лет 10 пройдет, кто на него позарится А стакан чая кто подаст? Нет, Максим Ильинич правильно решил Хорошую девушку выбрал И они создадут хорошую образцовую семью Ну да О, а что-то ты в Ромкином халате Так надо Вижу Хорошо погуляли Я опять поняла Максима с этой Настей И тебе плохо Наташа А может ты его любишь? Ну признайся себе наконец в этом Что ты давно любишь Максима Ты просто привыкла к нему И не видишь своего счастья Рит Ты права? Слушай, это я глупая Как я могла не понимать, что я его люблю? Да? Да Надо прямо сейчас Я скажу ему прямо Прямо сейчас Прямо сейчас Привет Здравствуй Тут случилось? Уже поздно? Да нет Я за книгой Пожалуйста, конечно Иди, выбирай Все, что тебе нужно Я тебя люблю Максим Ты знаешь Мне так приятно Произносить твое имя Максим Я понял Слушай, да Да подожди Я действительно тебя люблю Ну почему? Что тебе не нравится? Я же люблю тебя очень сильно Пожалуйста Нет, ну пожалуйста Возвращайся Ничего себе Спасибо за субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok